Мы ехали, мы пели, хорошие соседи, счастливые друзья. Нет, всё это осталось позади, в России. Мы, в общем, в поездах из одного лагеря, в город Фридланд в Германии, направили нас в город Пайц. И получалось, мы всю Германию поперёк проехали на поезде, с многими пересадками. Мне, опять же, из окон поезда можно было видеть отчасти красоты в Германии, все эти ландшафты зелёные, отчасти привокзальные территории, которые были очень грязные, заросшие, грязные, неухоженные. И вот сейчас, 23 года спустя, оно всё-таки осталось. Привокзальные территории они всегда грязные, особенно когда ты в поезде, и ты там подъезжаешь к этому вокзалу, ты видишь, что там всё заросшее и неубрано, и даже мусор летает. А выйдя в вокзале, в городе, то всё будет чисто. Она так и осталась. Кто там живёт, не даст мне соврать. Мы пошли там первый раз в школу, как дети. Рядом с нами была немецкая школа, просто немецкая. И класс был организован для русскоговорящих, и просто там, ну, всех возрастов. И там мы учили первые немецкие слова. Там был тоже такой первый шок, первый негативный шок, скажем так. Так, учительница нам показывала, хотела преподать культуру. Помню, она рассказывала, что немцы очень любят спорт. Вы тоже должны заниматься каким-то спортом. Например, там, теннисом, плаванием, велосипедным спортом или что-то такое. Это она уточнила. Ну, они старались нам не только язык, но и культуру сказать, рассказать, куда ты попал, как здесь вообще всё это существует, как тут всё движется. И она принесла фотоальбом из дому и показывала нам фотографии своей жизни, своих детей, по-моему, двое детей, что это взрослая дочь какая-то была уже, ну, взрослая молодая девушка, скажем так. И какой-то, по-моему, мальчик, по-моему, воспоминаниям. Она муж. И, в общем, мы листаем, и она рассказывает, ну, как бы, картинки, и сразу что-то, теория какая-то. И приходит какой-то момент, где они в отпуске где-то на море. Голые. Это был шок просто для всего класса, потому что дети и родители. Взрослые. Взрослые уже в осознанном возрасте, блин. Вот. Это был первый такой нехороший шок вообще. Ну, 20 лет спустя я могу точно сказать, что ничего так и не изменилось. Это немецкая культура. Это нормально. Есть пляжи. Кто знает по-немецки? ФКК. Фрайкер по культуре. Да? Так же и есть совместные сауны, есть все, что угодно. 18+, есть много чего-чего-чего-чего-чего. Все это очень распространено и совершенно, ну, прям культивируется. Ну, прям это нормально, это культура. Все ок. Ничего такого. Ну, как-то так, да. Да, сейчас минутка для размышления вообще. Во втором лагере мы пробыли... Не помню сколько, но несколько месяцев. Родители также занимались там документами какими-то. Все время ходили куда-то в какие-то комнаты, по каким-то комнатам. Мы просто ели, пили. Ходили тоже в школу. Не помню точно, сколько мы там пробовали, но это был какой-то такой страшненький городок. Ни о чем не сказывающий. Вообще абсолютно просто какой-то страшный разбитый городок. В конце концов, этого лагеря, этой многоэтажки уже очень много лет ее даже нет. Тогда с гадами сказали, что мало переселенцев, и это все уже не нужно, и никто уже не едет с Россией. Ну, и все это, в общем, его развалили вообще, по-моему. Насколько последняя информация. Это был город Пайц. Это практически граница с Польшей. Повторюсь, да, мы ехали с запада вообще. На западе где-то находились в городе Фридланд. Те, кто из Германии, они будут знать. Это тоже какая-то маленькая вообще деревня была. И вот забором ограниченная. Большая территория для всех этих... Для всех нас, переселенцев. Какие впечатления были. Ну, что-то новое, да. В деревню мы выходили вот из границ своих, из-за забора, да, выходили, смотрели, все чисто. Она какая-то была как верующая какая-то, что-то везде кресты были. Что-то вот не помню, не хочу сейчас врать, но какое-то вот ощущение было странное немножко. Что все было очень так гармонично и очень так чисто. У меня получилась оговорочка. Во втором лагере в Пайце, город Пайц, там не была такая же процедура, как и в первом в городе Фридланд. Там мы уже, во-первых, ходили в немецкую школу. Во-вторых, нас не кормили по распорядку. Там у нас была кухня на 2-3 семьи вместе, типа как общага. И мы варили там сами. Мама, тетя или бабушка почти менялись. У кого было время? Второе. И третье. Что там было? Мы не были там долго. Вот это я, по-моему, тоже говорю, раз мы не были там долго. Потому что уже в феврале, повторюсь, дому улетели с России. И уже в апреле мы были в третьем лагере. Уже так, в третьем лагере. В третьем, три пальца. В третьем лагере это было еще меньше деревня. Ну так вот, этот городок, вернее сказать даже деревня, назывался Альдюван. Была очень маленькая деревушка. Где было пару школ, очень тихо, мирно. Было озеро с замком, где мы регулярно прогуливались, так как больше нечего было делать. И это также федеральная земля Бранденбург, граничащая с Польшей, с восточной стороны. Нас поместили небольшое здание двухэтажное, где было, если сейчас не ошибусь, примерно 4-5 комнат. Ну то же, то есть для семей, для разных 4-5 семей. В одной комнате были дедушка с бабушкой своей дочерью, в другой дядя, тётя, мы даже, по-моему, как бы мы не вместе были. Потом была общая кухня, где опять же мы сами закупали, сами себе варили. Да, было как-то вот так. Потом была одна комната, это было бюро, то есть или офис для такого менеджера, который приходил время от времени, там раз в неделю, допустим, и спрашивал, какие у нас проблемы, какие у нас, что нужна где-то помощь, куда нам обратиться, или куда нам податься с какими-либо документами. Да, при территории ограниченном, это было всё огорожено, там было футбольное поле рядом, и напротив стояли красивые частные домики. Как я уже сказала, наверное, это была маленькая, учитненькая, тихая деревушка, там было своё озеро, и территория из замка, вот как-то вот так, где мы постоянно прогуливались, потому что нам больше нечего было делать. Хотя в этой деревне мы тоже в апреле месяце пошли в школу, ну уже в немецкие классы, среди немецкоговорящих детей. Что ещё? Больше такого ничего там сильно не происходило. Родители также сами занимались документами всякими разными, куда-то всё время выезжали, выходили. Ну а так в основном спасало, что общение только с русскоговорящими или читание каких-либо книг. Интернета тогда такового не было, телефонов у нас тоже на тот момент сильно вообще, от слова «общение» было. Ну и так как нам сказали, что это уже наша последняя станция, вылезай, то мы уже примерно понимали, что круг общения уже как-то немножко сужается, что эти люди, которые с нами сейчас в лагере, они будут или в соседнюю, или в ту же деревню, или в город с нами попадать. Вот так уже как-то получалось, что первые знакомства были уже сделаны там. Ну так когда-то выпало жребий, что наше будущее место проживания будет город, там, 7 километров от этого лагеря, город Грус-Рэшен. Это бывший карьерный городок, в этом городе карьера, там добывали уголь когда-то в своё время, и на тех местах выстраивали озёра. Ну всё перестраивали, всё переделали озёра. Вот сейчас у нас 2024 год, 2024 год, тогда был 2021, там был просто пустой карьер. Сейчас уже, конечно, залито озеро, проведены там всякие дорожки вокруг озёр, кафе и всё такое, уже более-менее всё сделано. Опять же, на тот момент это был небольшой городок, сейчас он стал ещё меньше, тогда это было примерно 10 тысяч населения с окружными деревнями. На данный момент 2024 год, это уже около 8 тысяч человек. Ну так вот, нас помещают в какой-то вонблок, жилой комплекс, пятиэтажку, где она полупустая, потому что она в скором будущем будет под снос. Наших стариков, дедушку с бабушкой и с дочерью, как я уже говорила, инвалид в коляске, их поселяют под нами на первый этаж, потому что там у них хороший подъезд, организованный для инвалида. А мы на втором этаже. Квартира была, конечно, никак не обклеенная, ничего. Там какой-то лежал страшный линолеум. Самые элементарные белым покрашенные обои. Ну, там были просто обои самые дешёвые, и они поверх должны краситься краской. Они были покрашены белым цветом. Всё, больше ничего не было. Далее нам дали разрешение идти в бушный магазин, то есть в социальный магазин. Это вот этот красный крест, ещё иначе некоторые знают, чтобы мы там взяли себе бушную мебель. В общем, это прямо вот небо и земля. Когда у них съест в России свой дом, свои участки, свой сад, огород с овощами, свой сад с цветами, свой сад с фруктовой, и свои поля, и свой транспорт, и мы живём хорошо. И потом мы получаем такую вот страшную квартиру, которая постоянно плесневела. И получаем бушную мебель. И как мама тогда на тот момент сказала, мы из всего, что мы продали, в России мы на эти деньги купили только одну машину. Родители на тот момент съездили в гости на север Германии к своим знакомым, тоже к нашим сибирякам. И с их помощью, как с их поддержкой, приобрели себе машину. Тогда это было комби Opel Astra, кажется. Этот Opel нас и перевозил, и завозил, и, в общем, много нам отслужил. Ещё в июне этого же 2001 года мы идём уже по своему месту жительства в школу, которая там 10 минут ходьбы от нас была. И, да, в классе у нас тоже есть, к счастью, несколько русскоговорящих. Кто-то из Казахстана, кто-то из России. Но это не имело никакой, не играло никакой роли. Главное, что мы могли говорить с ними по-русски. Мы дети в школу, родители пытаются найти себе работу. Их посылают на курсы обучения немецкого языка на полгода. Далее они работают. Ойрочная какая-то работа была, то есть 1 евро. Работа была за 1 евро. Папа тогда начинал в школе, по-моему, с садовником или что-то там листву собирать и всё такое, что-то присматривать. Мама начала работать на кухне, где варили большими котлами для школ и для садиков и развозили это. Потом отцу надо было после полгода спустя пересдавать на права, так как российские теряли свою действительность. Как-то вот всё вот так вот шаг за шагом, шаг за шагом всё как-то происходило. Да, состояние было какое. Я помню момент, мы на кухне готовим еду и что-то разговорились насчёт своего такого душевного, такого внутреннего состояния. И мама сказала, это прошло же тогда 2 года. И мама сказала, у меня ощущение, что мы здесь в гостях. Ну, что мы здесь не навсегда, что мы здесь в гости. Но это ощущение, оно появлялось регулярно, скажем так, в течение 20 лет. Что ты время от времени задумывался о том, что это и всё, что ли. Ты как бы дома, ты чувствуешь себя дома или нет. Вот с этим, я думаю, сталкиваются все переселенцы в какую бы страну они ни мигрировали, куда бы они ни уехали. По-настоящему себя дома чувствовать. Но это спорный вопрос. Можно сказать, если ты в кругу своей семьи и у вас хорошее отношение, то там ты и дома. Но выйдя за рамки этой квартиры, этого дома, где ты сталкиваешься с работой, с коллегами, с учёбой, в свободное время, ты понимаешь, что ты не они, и они не ты. Когда тебе не вкусна еда, когда тебе не смешные шутки, когда вы не празднуете вместе праздники, когда вы не собираетесь с одним застольем, когда тебе не нравится даже тупо погода. То есть ты начинаешь придираться ко всем всяким разным вещам и начинаешь себя спрашивать, с чем? С чем я здесь живу? Такими вопросами я задавалась уже последние лет, может быть, 7. Да, где-то лет 7. Задавалась такими вопросами. Ещё плюс спасибо большое. Некоторые люди тоже задавали мне эти вопросы, не являясь немцами, не являясь русскими, но другие национальности. Спрашивали меня, кто ты? И кто ты вообще? И тогда мне можно было легко и свободно почему-то спонтанно отвечать, что я русская. Да, у меня есть немецкие корни, но я русская. Я чувствую русских, я понимаю. У меня этот вкус на языке, когда я знаю, что они откусывают, что они едят, я понимаю этот вкус. Я понимаю шутку. Я чувствую их переживать, название даже через телевидение или через какие-то новости. или что-то. Я понимаю этих людей как саму себя, но не понимаю, конечно, понимаю немецкий народ, но не настолько, как русский. поэтому последние лет семь, начиная, наверное, с 2015-2016 года, вот так где-то, даже с 2017, я регулярно себя спрашивала. то есть у меня был такой внутренний конфликт изначально, почему я здесь, что я здесь делаю, зачем. И когда-то после этого зачем, я поняла, что я так больше не хочу. А кто за меня принимает решение? Уже не родители, которые привезли меня в Германию для хорошего будущего, желая мне хорошее будущее. Значит, я принимаю решение за свою будущую жизнь. Ну вот так как-то и начинается история возврата из Германии в Россию. Сразу она где-то в голове созревает, созревает, понакатана и понакатана, и потом когда-то всё случается. Рано или поздно мы не можем обманывать себя долгое время. Мы не можем. Никто не сможет обманывать сам себя. Он будет несчастлив, он будет в депрессии, у него будут проблемы по здоровью, но сам себя никто долго обманывать не сможет. И также никто не сможет долго жить в той среде, где ему некомфортно. Как бы ни было, всё равно мы должны быть честны сами с собой. спасибо огромное всем за просмотр, за подписку, за ваши комментарии. Я с удовольствием их читаю в каждое свободное время и отвечаю. Это очень приятно, приятный бонус. Спасибо. Также вы можете наблюдать на моём YouTube-канале, что я уже переехала из Германии в Россию в апреле 2024 года. Так что, кому интересно, следите за мной. и в следующем году. Продолжение следует...